Меня не касается. Именно так подумают те, кто увидев этот материал в ленте, пролистает его, не посмотрев. Так думают действительно многие горожане. Однако, как показывает статистика УМВД, случаев мошенничества в сфере IT становится только больше. С целью обсуждения и профилактики этой проблемы была проведена специальная пресс-конференция. Цифры, говорящие каждое пятое обращение в полицию сегодня, это дистанционное мошенничество. Общий ущерб в денежном эквиваленте около 100 миллионов рублей. Принятыми мерами на сегодняшний день можно сказать так, что ситуация улучшена, положительные результаты есть. Раскрыто каждое четвертое из заключенных преступлений, в абсолютных цифрах это около 200 преступлений. Процент раскрываемости, если мы говорим о нем как об основной задаче органов внутренних дел и правоохранительных органов в целом, это защита прав и законных интересов граждан, как пострадавших от преступных подтягательств. Процент раскрываемости у нас только в этом году вырос на 23%. Для борьбы с подобными преступлениями было организовано новое подразделение, которое специализируется исключительно на дистанционном мошенничестве. Работа, сложность, схемы меняются и приобретают все более изощренный характер. Сегодня это уже целые колл-центры, которые приобретают специальные программы, в том числе позволяющие дублировать номера телефонов даже силовых структур. Защищенность от телефонного звонка, я думаю, сейчас ее нет. В любой момент, пока мы сейчас находимся здесь, после телефона приглушенный, вот мой по долгу службы здесь находится в беззвучном режиме, мы в этот период могли и нам кому-то позвонить, потому что берется ячейка, она отрабатывается. И защищенности нет, потому что еще с подменных номеров, когда платят деньги, могут позвонить и с вашего телефона, и с моего телефона могут позвонить, за определенную программу через Хакинский, и с телефона УВД, и с телефона доверия, человек действительно открывает, но ему звонится УВД. Он пробивает, сидя у нас, случай был, из ребят, да, из студента, который разговаривал, поскольку он где находился на этом, автоматически проверял, вот как здесь это показано, он смотрел, что телефон доверия УВД. Телефон доверия УВД, но не имея возможности перезвонить на него, из режима, переговорил здесь, перезвонил туда, кто кредит, куда, что, где, как. Соответственно, регистрация, и пошел процесс расстреления преступлений. Как утверждает полиция, ногами они уже добрались до 130 тысяч староскольцев, однако даже те, кто был предупрежден, все равно попадались на крючок злоумышленников. Многое по-прежнему зависит от самого человека. Специалисты советуют не реагировать на звонки с незнакомых номеров, ну а государство, в свою очередь, ужесточает наказание за подобного рода преступления. Наказание уже достаточно более весомое, чем предусмотрено ранее было. Какое наказание? Ну, если не ошибаюсь, там, по-моему, до восьми лет лишения свободы, через третье. Вот. Но ранее было более мягкое наказание. И данная категория преступлений относилась к преступлениям средней и небольшой тяжести. То есть люди, которые совершали эти преступления, они, как правило, получали наказание, не связанное с лишением свободы. На сегодняшний день уже, как бы, эти лица, ну, при определенных условиях, как правило, назначаются наказания, связанные с лишением свободы. То есть тяжесть и ответственность уже, как бы, категории более тяжкие стали эти преступления. И законодатель отнес их к этим категориям тяжкие. В конечном итоге, все это следствие преступления в таких масштабах говорит, в первую очередь, об одном – низких морально-нравственных качествах в обществе. Труд и совесть обесценены. Все в поиске исключительно легких, а в данном случае – чужих денег.